В Узбекистане в последние годы ведется широкомасштабная работа по повышению уровня обеспеченности населения чистой питьевой водой. В приоритете реализация проектов по улучшению водоснабжения жителей отдаленных районов. К примеру, в Хорезомской области в прошлом году на обновление имеющейся и строительство новой водной инфраструктуры было направлено 258 миллиардов сумм. Уровень обеспеченности питьевой водой населения Хорезомской области достиг свыше 90%. На модернизацию водной инфраструктуры и строительство семи водных сооружений более 500 километров сетей было направлено без малого 260 миллиардов суммов. Адресные работы позволили 80 тысячам жителям в 44 махалях, до домов которых впервые дошла вода, что называется, почувствовать разницу. Помимо этого, улучшена система водоснабжения, обслуживающая 67 тысяч человек, проживающих в 25 махалях. Население Хорезомской области снабжается за счет двух водных резервуаров. Первый из них находится на границе и отвечает за очистку воды до требуемых санитарных норм. Второй расположен в городе Ургенче. Благодаря нему поддерживается система централизованного водоснабжения. Помимо этого, запланированы работы по реконструкции малых резервуаров в Гурландском районе. В результате этого можно бесперебойно обеспечивать водой жителей района. Расположившийся достаточно далеко от областного центра региона – Богатский район. Махаля-Навбахор был реализован проект стоимостью 1,3 миллиарда сумм, направленный на обеспечение бесперебойной подачи населению жизненно важного ресурса. В результате этого протянута 6-километровая водная артерия, ставшая решением многолетней проблемы. «Раньше сюда привозили воду на транспорте либо пешком. Я сам был свидетелем этого. Приходилось преодолевать путь в 2 километра, чтобы привезти воду. Сейчас население очень радо и благодарно. Нужно знать ценность данного ресурса. Бесцельная трата влаги – это большая ошибка. Мы должны это понимать». Махале-Худжаляр. Проделана аналогичная работа. За счет средств в размере полутора миллиардов сумм, проложено 8 километров водных труб. Благодаря этому вода доставляется в 386 домов, где проживают почти полторы тысячи человек. Наряду со строительными активно ведутся профилактические работы, в которых жителям напоминается о важности рационального использования воды. Определены меры по дальнейшему увеличению охвата населения питьевой водой и повышению качества предоставляемых услуг.